Всем привет! Это Рома Турист. Я не Митя Фомин. Я Витя. А вот гости мы идем к Мите Фомину. Он вон там живет. Присаживайтесь поудобнее и пойдем смотреть. Когда я только зашел в подъезд дома Митя, я подумал, боже, что он вообще выбрал? Зачем ему квартира в таком вот явно уже древнем доме? Думаю, он уже, наверное, здесь мучается с этим подъездом, с этой лестницей, с этим непонятным лифтом. Думаю, ну... А вот когда я уже зашел в квартиры, то сразу стало понятно, что все минусы, которые есть в подъезде, на улице, перекрываются плюсами, которые были реализованы в этой квартире уже Митей. На самом деле, здесь очень много есть тайн в этой квартире, здесь очень много есть таких закоулков. Я... как раз она... она для меня ценна тем, что она такая многопрофильная, она совершенно разная. Вообще сейчас находимся на 13 этаже, это мой любимый этаж. Я называю его этажом хозяйским, да, то есть моим, соответственно. Потому что здесь все самое необходимое как раз для того, чтобы дышать, для того, чтобы отдыхать. Мы идем в кабинет, в кабинет здесь, здесь обычно... Что здесь происходит? Здесь происходит работа моя за компьютером, все, все, что нужно посмотреть, письма ответить. Во-первых, здесь стоит практически вот наш реликтовая такая вот... А что это такое? Да, это наша реликвия семейная. Это мой дедушка из Томска, Павел Павлович Шевцов, подарил мне, когда я был еще совсем-совсем юным. Это письменный бронзовый прибор, значит, конечно же, он уже совершенно, как бы, что называется, не в тренде. Его вряд ли можно использовать, но что это такое? Это чернильница, как ты понимаешь, да, то есть сюда заливали чернила. Здесь я храню какие-то свои там записки очень важные. Это подержатель для папира, соответственно, для бумаги. Мне вот как бы сразу хочется, что-то такое сделать, что-то такое. Он как-то настраивает, знаешь, вот на какой-то, на какой-то очень такой творческий и трудолюбивый лад. Да, он открывается вот таким образом. Выглядит, конечно, очень. Выглядит монументально, выглядит совершенно монументально. И мне нравится, что это такая вот вещь, которая есть не у каждого. И как раз во время пандемии, у нас было очень много времени, мы познакомились с казахстанским брендом Альберто Казьяно. И мы с ним стали дружить, и путем долгих наших общений и диалогов вдруг мне пришло предложение стать креативным директором линии Чуфу. В Казахстане Альберто Казьяно? Да, послушай, ну вот так вот. Казахстанская какая-то фамилия и имя. Абсолютно. You are the star. То есть вы звезда. И мы создали вместе с ними авторскую коллекцию очков, которая называется My Pride. Что значит «Моя гордость». Но самая отличительная, самая любимая история, связанная с этим кабинетом, это, конечно же, вид. Я считаю, что это лучший вид в Москве, потому что ты на несколько, так сказать, сотен метров не видишь никого, ни одной рожи, простите меня, конечно. И вот это вот обаяние крыш, это что-то не московское. Это какое-то европе. У меня ассоциация с Европой, с какими-то, со столицами, с Парижем, со Скандинавией, может быть, с чем-то еще. Вот смотри, вот если ты увидишь, этот дом, он был в свое время, он 54-го года, он вообще был до 12-го этажа. То есть 11 этажей было в доме, и вот эти три этажа, 12, 13, 14, были надстроены. Посмотри, вот видишь, где заканчивается серая крыша. А, то есть мы выше крыши уже сейчас. Мы выше крыши. То есть эти этажи были надстроены уже над имеющимся домом. Поэтому он странный, странная квартира, такие вытянутые коридоры, выход одной, вход с другой. И мне нравится, что он такая вот очень, такая мультиформная. Мне интересно, я ведь просто читал, что у тебя сначала был один этаж, потом ты присоединил второй. Это какая-то вообще невероятная история, как это вообще возможно, как ты в это ввязался? Слушай, я ввязался это следующим образом. Подо мной жил дворник. Подо мной жил дворник, причем этот дворник был еврейской национальности. Это странное, конечно, сочетание. Но, тем не менее, у него была большая семья. У него было несколько детей. Он был очень вежливым. Но над ним жил артист. Очень громкий и очень успешный. И, значит, и учитывая, что у нас действительно происходил туда какой-то вертеп, то есть он периодически жаловался. Во-первых, они не здоровались со мной в лифте. Если эта семья встречала меня в лифте, они демонстративно отворачивались от меня и смотрели вообще предположим. Мне было страшно стыдно. Я с собой ничего поделать не мог, поскольку я был либо с концерта, либо на концерт. Мне было очень стыдно. И, конечно же, я это делал не специально. Конечно же, я... Ну, так получалось просто-напросто. И они жили на 12 этаже. То есть прямо под тобой. Прямо подо мной, да. То есть у нас была практически... У нас идентичная была по планировке квартира. Значит, но надо понимать, что то, что вы видите, вы сейчас внизу, видите, на 12 этаже, это... Ну, то есть это небо и земля. Там был технический этаж без окон. То есть там было одно окно на 40 метров. Проходила шахта лифта в непосредственной близости от стен. То есть было слышно, как грохочет лифт. Значит, это была очень странная квартира с небольшими такими окошечками сверху. То есть, по сути дела, она была непригодна для проживания. И я так понимаю, что в любом случае этот дворник, он ждал расселения. Он ждал, пока ему город даст квартиру. Эта квартира принадлежала городу. И, соответственно, я как бы так... Потом мне стала просто закрадываться мысль, пришла в голову мысль, что было бы неплохо с ним как-то поменяться, наверное. Потому что ему там же тесно. Особенно и Фрундинской он не видел. Он здесь работал. Поэтому я предполагал, что как бы мы можем построить диалог для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу. И в какой-то момент вдруг я узнаю, что его действительно выселяют. Его выселяют куда-то совершенно другой район. Ему дают новую квартиру муниципальную. И эта квартира остается пустой. Я, значит, стал бегать по разным инстанциям. И выяснилось, что для того, чтобы мне законным способом получить эту квартиру, мне нужно купить очереднику, который должен вселиться в нее, должен купить другую квартиру. Значит, что я делаю? Я, естественно, оформляю. У меня, слушайте, это длилось несколько лет. Это длилось три года, потому что в какой-то момент мне пришлось стать юридическим лицом, потому что город не взаимодействовал с физическими лицами. Ну, окей, это было просто. Но дело в том, что не просто было получить разрешение на то, что эта квартира действительно особо непригодна для жилья, тем более для очередников. Кто такие очередники? Это люди обычно с семьями, нуждающиеся и так далее. И, в общем, абсолютно законным способом, методами. У меня вот такая вот кипа бумаг, справок. Комиссия, которая приходила, утверждала, можем, не можем. Потом, значит, они то могли, то не могли. Я в какой-то момент то хотел, то не хотел эту квартиру. Но я понимал, что это будет идеальный дуплекс. Наконец-таки финальная комиссия, которая все-таки говорит, что да, Дмитрий Анатольевич Фомину мы разрешаем. Причем я писал письма Лужкову еще, что я артист, нуждаюсь в каких-то, значит, студиях, там то, сё, пятое-десятое, руки заламывал. Конечно, это не работало нифига, ну, как бы, мало ли, знаете, ну, просто некоторым дают, понимаете, кто очень дружит с властью, им дают. Вот, я пока, как бы, так подбираюсь. Ну, а, честно, получилось подкупать кого-то, там, сантажировать. Нет, боже упаси, нет, ни в коем случае, нет, все, я говорю, у меня, и вот в этой тумбе лежит прям кипа бумаг, где пошагово мы можем проследить, как это происходило. Но в итоге вы вот видите то, что у нас получилось. Эта картина, например, это вообще раритетнейшая совершенно вещь. Ее подарили нам наши родственники. Это родственники по папиной линии. Дело в том, что у папы был двоюродный брат, известный советский актер Борис Кмирницкий, у которого семья какое-то время жила на Дальнем Востоке. И вот эту картину подарила эта семья моему отцу. Почему? Потому что отец у меня очень много времени провел в Благовещенске. Вот это вот Благовещенск. Митя, еще, знаешь, заметил, у тебя такой кабинет, как будто можно было подумать, если бы я не знал, что это твой кабинет, что это, допустим, от какого-то адвоката или, допустим, я не знаю, ректора какого-нибудь Кембриджа. Институт. Да, да, да. Еще одна идея, которая мне понравилась в квартире Митя Фомина, обязательно реализуя у себя в тауне, это свое отдельное пространство. Можно назвать это отдельный кабинет. Потому что очень часто нужно поработать просто одному, с разными материалами, провести какие-то совмещания по зуму. Вот это, для этого обязательно нужно свое пространство. Митя реализовал его очень здорово. У него такой вид шикарный из кабинета. И мне тоже это вполне можно сделать. Не с таким шикарным видом, но тоже может получиться неплохо. Еще, знаешь, в юридическую сторону направлять? Ну, или там, в университет какой-то, это, конечно, книжный шкаф такой. Слушай, ну, книжный шкаф, это, конечно же, это... Причем он, ну, он, как бы, знаешь, не заполнил до конца. Да, здесь все подряд вообще собрано. Причем потому что очень много книг осталось в Новосибирске, в моей родной квартире, где я, собственно, проводил свое время до тех пор, пока я не ехал в Москву. Ну, что здесь? Здесь, например, есть глянец 90-х, чего, наверное, уже не найти. То есть все журналы типа там Vogue Home, Officielle, не знаю, там какие-то еще, какие-то, что продавалось, и то, что действительно было в тренде, эти все журналы я храню, потому что мне кажется, это прикольно потом открывать для вдохновения, там, для каких-то своих, может быть, для коллажей, для чего-то еще. Значит, вот то, что вы видите сейчас на месте этой лестницы, да, здесь была, здесь, естественно, был пол. Что здесь еще могло быть? Здесь был пол, никакого окна не было. Надо понимать, нет, окно было ровно, как бы, в размер окна, потому что здесь была ванна, а я мечтал всегда ванной с окном. У меня и до было ванной с окном, и сейчас. А вот там, где вы видите, грубо говоря, окончание этого панорамного окна, там была такая маленькая амбразурка, которая осталась от чего? То есть окно съела крыша. Мы же говорили с тобой, что это была надстройка. Соответственно, вот эта вот крыша, она полностью съела окно, окна, которые были здесь до. Соответственно, здесь были маленькие вот такие крохотные амбразурки, которые, ну, естественно, людям вообще нормальным никогда не понравятся. Такой технический свет какой-то. Никогда не понравится, вот. А поскольку я себе там уже все придумал здесь, да, то, конечно же, возникла идея сделать такое вот огромное панорамное окно. Но я, знаешь, я просто сплю и вижу, мне очень хочется сделать вот на участке этой крыши, мне хочется сделать большую веранду. Самая, наверное, гениальная идея, потрясающая, вообще не представляю, как Митя на нее решился, это перепланировка и объединение своей квартиры с квартирой, которая была на нижнем этаже. Как можно на это решиться? Я вообще даже не представляю. То есть это же супертруд и вообще с неизвестным результатом. И все эти вот истории, которые, невероятные приключения, которые происходили, пока Митя пытался это реализовать, это заслуживает просто вообще невероятного уважения, просто вот плюс 100 баллов только за это. И получилось очень круто. Двухэтажная квартира с видом на нескучный сад. Зависть миллионам. Так, друзья, если вы собираетесь в ближайшем будущем делать ремонт, то я вам сейчас раскрою огромную тайну. От вас скрывали это много лет. Те обои, которые вы видели раньше, вот в Леруа и в других магазинах, вот в рулончиках таких по 50 сантиметров, все это давно в прошлом. Сейчас я вам покажу лучшие обои 2021 года. Смотрим. Коллекция обоев называется Life. Они производятся сразу по размеру вашей стены, единым полотном. То есть вам не нужно совмещать стыки, не нужно придумывать, как-то усложнять все. Все. Единое полотно, которое закрывает всю стену сразу и делает ваш интерьер невероятно красивым. Эти обои стали самыми популярными в 2021 году, поэтому если вы захотите украсить свой интерьер, это отличное решение. Друзья, если вы хотите посмотреть эти обои и возможность сделать заказ, переходите в описании. Там будет для вас ссылка на сайт и промокод на скидку. Ты знаешь, ты еще вот, когда рассказываешь про то, как ты переделывал квартиру, звучит, как будто ты архитектор. Ты вообще музыкант или архитектор? Ты знаешь, нет, я, конечно же, не архитектор, но я примерно представляю, как я хочу, чтобы здесь было. Я очень благодарен архитектору Лели Кавторадзе с ее мужем. Они мне сделали ремонт. Мужу 10 лет, ты знаешь, мне кажется, что он, ну, как бы актуален до сих пор. Может быть, конечно, я привык. Вот, но тем не менее, но тем не менее, какие-то вещи я бы не менял, например. То есть мне, вот мое ноу-хау, это стены. Когда стены забетонировали, то есть, как это назвать, зашпатлевали, потом была вот эта вот финишная отделка. Я говорю, послушайте, давайте просто покроем лаком. Просто, никто такого не делал, я тебе клянусь. То есть, это было, это был 2009 год. Я говорю, по сути, давайте просто сделаем эффект такого вот мокрого лака. Лела посмотрела, говорит, сушь, тартовать. И мне безумно нравится эта техника. Я использовал потом ее в своих других жилищах. И это стало трендом. И мне кажется, что это актуально до сих пор. Классное решение со стенами у Мити. Это, ну, вообще странно. Последнее время, конечно, это часто используют, когда просто бетон отмывают, покрывают лаком и вот оставляют в таком виде. Последнее время, последний год-два это используют достаточно часто такие смелые люди, дизайнеры или просто творческие люди. Но у Мити удивительно тем, что ведь это было реализовано много лет назад, когда еще никто так не делал. Тут, конечно, не совсем бетон. Тут сделана и штукатурка, и шпаклевка, и потом уже несколько слоев лака, еще подбор как бы лака, чтобы цветовое решение было правильное. Но все равно сделано очень клево. Стены супер необычные. Я пока сомневаюсь, как сделать у себя. Наверное, я все-таки, где возможно, сделаю именно лакированный бетон. Значит, ну что здесь? Да, что здесь? Тут, собственно, ванна, в которой могут просто поместиться два человека. Ванна прачечные принадлежности, коих у меня в избытке, наверное, да? Какие-то сувениры, которые я привозил, или мне дарят, из многочисленных гастролей. Это я привез из Одессы. Я помню, вот эту рыбу я прямо пер. Я пер ее из Одессы, потому что она у меня разбилась, сволочь. Ну, я склеил ее, здесь, правда, не видно. Конечно, она не представляет какого-то, может быть, супер художественного интереса, но в Одессе он будет большим. Значит, что еще? Ну, здесь, ребят, ну, как бы, что здесь происходит? Здесь происходит чистка перьев, соответственно. Чистка перьев и чистка всех отверстий, которые только нужны для жизнедеятельности. Витя, меня, знаешь, с точки зрения дизайна интерьера впечатляет больше всего то, что окно, да, это вообще супер. Да. Да, это просто потрясающе. Да, может, ты привык к этому, на самом деле, это очень круто. Я обожаю ванны с окнами. Это вообще... Ванна с окном. Но мне кажется, это просто must have. Обязательно нужно такое делать, потому что принимать ванну, когда у тебя из окна шикарный вид, это просто дорогого стоит. У себя в Танхаусе так, я думаю, что можно будет сделать, поэтому я обязательно постараюсь это сделать. Вот, но у Мити есть еще одна идея, которую он тоже реализовал у себя. Это у него перед окном растение, и получается очень красиво. То есть вид не просто вот красивый вид из окна, но еще и декорирован растениями, и происходит вообще, как будто ты на природе где-то находишься. Это тоже один из моих любимых уголков в квартире. Почему? Потому что это прям комната-спальня, комната-кровать. Причем тут, это была просто комната, это была просто комната, и я подумал о том, что, ну, конечно, это должно быть спальней, потому что что? Ты вот просто приходишь и падаешь, и больше ничего нету, стены, вот этот, опять же, сумасшедший вид, отсюда-то даже видно мусульманскую, этот вид, тут очень тихо. Знаешь, так, в некоторых, вот такая планировка смущает, что там нельзя сбоку сойти, что тесно, тебе не доступно. Никоим образом вообще меня это не смущает, у меня есть ноги. Слушай, Митя, ну, мне уже не терпится посмотреть, что у тебя внизу, там где дворник жил. Где дворник жил. Ты знаешь, там я это называю таким, как бы сказать, таким хозяйским этажом, грубо говоря, по-не хозяйски, хозяйству, даже вот этот хозяйский, а тот хозяйский. Все спрашивают про лестницу, почему нет перил, ты знаешь, ну, почему-то вот их нету, и, а кто-нибудь падал, тьфу-тьфу-тьфу, пока никто. Входим, значит, святая святых, товарищи, это, это кухня, кухня тоже, могу сказать, что мы особо тут ничего не делали, то есть, ну, как бы она вот выглядит, как выглядит, да, то есть, живая, жилая, настоящая кухня со своими артефактами, со своими особенностями, да. Это мой любимый постер, конечно, я прихожу и смотрю на Леди Гагу, потому что она меня вдохновляет своей смелостью и своей вот этой дичью. И это настоящий постер из японского вога мужского, я откуда-то привез этот журнал, из Японии, наверное, я привез, и там он был сложен в четверо, и я думаю, так, мы должны увековечить Леди Гагу на кухне в мясе. Вот она у меня, The Naked Truth, Голая Правда. Значит, как ты думаешь, что это за девайс? А, это девайс, да? Да, да, что это? Ну, допустим, посудомойка. Да, посудомойка, которую мы не используем по назначению, но дело в том, что мне много дарят алкоголя, и я привожу с гастролей, не вмещается все, ну, я открою, ладно, не вмещается все в, тут полный, вот здесь за хрома, что называется, да, тут все в алкоголе, но вот тут мы, часть алкоголя мы храним в посудомойке, потому что, потому что, ну, просто негде. А самое крутое решение, которое есть в квартире Мити, я считаю, что это просто гениально, никто из дизайнеров, архитекторов не мог до этого додуматься, а Митя, музыкант, творческий человек, решил, как надо сделать, вот, в университетах тут надо преподавать, то есть, ставите посудомойку, и в нее засовываете весь винный бар, это я понимаю. Это гостиная, небольшая гостиная, в которой, собственно, что здесь происходит? Ну, здесь завтраки, там, какие-то, может быть, обеды, если они, если они случаются, здесь диван проскладывается, например, для гостей, которые приезжают, у меня бывает очень часто, люди остаются, кот, вон сидит, в Чеша, в Чеша, у нас новый кот, ему 9 месяцев, до этого был бармалин. колонки, да, что это такое? По всей квартире проведена система звуконасыщения, например, отдельно, вот это кинотеатр, то есть, мы можем сделать 5-1, Dolby, Surround, Stereo, Cinema, то есть, вообще любой эффект, при всем том, что это очень старая система, ей, наверное, уже лет 8, вот, но тем не менее, она совершенно исправно работает, единственное, я испытываю недостаток, потому что у меня нету смарт-тв, нужно менять телевизор, потому что сейчас все хабы, вот эти все киноагрегаторы, тут уже их не посмотришь, соответственно, я человек, который очень любит новости, у меня практически всегда включен телевизор, скажут, что сумасшедшая совершенно, вот, но тем не менее, естественно, никто не отменял, музыкальных телеканалов, и все, все то, что вот, смотрю, вспоминаю, вдохновляюсь, там, иногда себя смотрю, вот, а на втором этаже, во всей, по всему второму этажу, от спальни, по коридору, ванная комната, и комната, в кабинет, там везде проведена акустика, чтобы можно было слушать музыку по всему, по всему этажу. Только это единая система, да? Куда ты не переходишь, получается, музыка тебя сопровождает, прикольно. Я хочу сделать тоже, так же, как у Мити, чтобы акустическая система, вообще, акустические системы, были разведены по всей квартире, чтобы, когда ты переходишь с комнаты в комнату, то есть, музыка тебя, как бы, сопровождала, потому что, так это очень неудобно, когда в комнате, например, играет музыка, ты из нее уходишь, там, ну, все, ты ее теряешь. То есть, и получается, что другие люди, например, которые пришли в эту комнату, они уже с этой музыкой, то есть, вообще, а когда идет сопровождение, это очень круто, но просто это очень важно предусмотреть заранее. Кто-то, наверное, ожидал увидеть хоромы, там, и так далее. Нет, я человек по натуре, как бы, такой очень, как бы, привыкающий, и, что называется, в каких-то, даже в вопросах, аскетичный. Меня не тянет купить квартиру, например, в Сити, по разным причинам. Меня не тянет, например, вдруг, мне нужно какое-то пространство большое. Нет, мне достаточно своей просторной дачи, вот этой квартиры, и того, что я очень много привык, путешествую по, потому что я гастролирую, потому что я там отдыхаю и так далее. И я вдохновляюсь и наслаждаюсь пространством, интерьером чужим. К своему, конечно, ты все равно привыкнешь, каким бы роскошным, каким бы прекрасным, крутым он не был, но я считаю, что у меня очень оригинальная квартира, и она меня, она меня заряжает, она меня вдохновляет. Единственное, что я не скрою, что все-таки дом старый, есть недостатки в том, что здесь не все люди живут сознательно, есть, например, одна дама, которая просто разводит в немомерных количествах котов, у нее такое вообще омбре, что лучше этого не знать. Ну, а в целом, это прекрасное место. Ну что, друзья, все идеи, которые были в этой квартире, вы найдете на моей доске в Пинтересте, а сейчас вам самое важное, что сделать, это поставить лайк, подписаться на канал, и жду вас в новых выпусках, потому что... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо.